Соседовались с Димой Педрущем и сказал, что ты главный по оружию. Ну, так получилось. В этот раз руководство так сделало, что должен кто-то все равно отвечать. Ну, и так решили, что я, ну, ничего тут нет. Ты самый ответственный. Ну, можно так сказать, но на данный момент. Артем, как вот эти два дня проши дома? Я понимаю, что промежуток очень коротенький, дома как бы ничего не успеешь, только не отдохнешь, но насколько удалось зарядиться дома на реле? Ну, в любом случае... В предыдущей сезоне заезда, по-моему, не было. Ну, да, в прошлом году такого счастья маленького не было, как говорится, но это всегда большой плюс, потому что приезжаешь домой, ты видишь семью, ты, ну, то есть общаешься с родными, ну, с друзьями, то есть действительно, но это ты чуть-чуть отходишь от тренировок, от спорта хотя бы на день, на два, это, ну, чуть-чуть раздражаешь свою нервную систему и заряжаешься позитивными эмоциями от родных, то есть, ну, погулять с сыном, с женой, провести время, то есть, ну, это... Как вы провели это время? Сходили куда-то там, не знаю. А сходить особо, как бы-то, по сути дела, не получалось все время, то есть какие-то тут съездили к родителям, к одним, ко вторым в гости, ну, и в основном с сыном, женой, так, такие заботы, ну, все, то, что необходимо, надо было сделать, то есть... Спрашиваю и у Димы, и у Сережи, кому там сало передают? Никто не колется, никто не знает. А не знаю, там, кому, кто везет, то есть, я там везу товарища из Беларуси, ну, попросил другу, то есть, я везу чуток к ему, ах, ну, у каждого, то есть, у нас друзья есть из других стран. Друзья беатонисты? Ну, да, да, да. А кто из беатонистов на сало? Да, 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 Юрий Лядов. Юрий Лядов? Да, да, да. Ну, то есть, у них там это не так, там, может быть, просто, ну, то есть, все знают, что в Украине сало вкусное, ну, вот, мы делимся. А там, я не знаю, может, не, хотят сказать Берн Далин, а ему смысла нет. Ну, раз, не такие сильно плотные или хорошие отношения, ну, то есть, мы можем поздороваться, а там, если где-то что-то, там, спросить, как дела, не более того, то есть, нету таких хороших дружеских, как с другими. Это первый такой саурый транш белорусам, или раньше тоже приходилось в России? Ну, я в первый раз везу, Юра попросил. Не, хотя до этого много раз говорил, Тёма, привези, привези, но приезжаешь домой, ты забываешь, ты еще что-то. А в этот раз специально поехал, купил, приготовил и не забыл, потому что уже стыдно, столько раз забывал. Даже приготовил, ну, просто не забыл. Не, ну, да, ну, там же, что, как бы, тоже довести, вот, что надо чуток там посолить, сделать, потому что, ну, оно же, сейчас в багаже мы, можно сказать, сутки будем ехать, пока доедем, ну, образно там, то есть, надо, чтобы оно не пропало. А в чем, по биатлону давайте переходим. Да, да. Насколько вообще в плане физиологии, психологии чувствуешься перед первым этапом? Последний сезон, ты, ну, наверное, еще предпоследний, не отличался стабильностью, да? Об этом, честно говоря, и тренера, и об этом, вот, недавно ориентировал Георгий Михайлович Бронзак. Вот, Артем, приема нестабильность? Ну, что касается стабильности, стабильность, это, ну, в моем лице, это, я думаю, уверенность, и насколько ты готов, в первую очередь, психологически, то есть, по себе могу сказать, я не вижу никакой проблемы, то есть, ну, физически, если, ну, ты готов, вот, можно сказать, на данный момент мы провели сбор в Канаде, очень был хороший сбор, всем понравилось, я чувствую себя отлично, я, ну, то есть, готов выступать, и, ну, я настроен на хорошее выступление, но, что касается, как говорится, в плане физически, ну, не физически, а морально, то есть, ну, это, это стрельба за это отвечает, то есть, насколько, ну, ты собран на определенный старт или на определенную, ну, то есть, тренировку, посмотрим, ну, вроде, как бы-то все, все на данный момент хорошо. А все контрольные, вроде, понимают, как ты тебя отстрелял, да, ну, понятно, что ты всего лишь контрольная тренировка. Ну, да, это контрольные старты, это, это та же тренировка, ну, по сути дела, то есть, будет видно, как оно будет в боевых условиях, но посмотрим, в принципе, сейчас готов, ну, хорошо, главное, чтобы не было никаких заболеваний, это главное, то есть, мы не те спортсмены, которые, ну, так, может быть, нельзя сказать, некоторые, я знаю, спортсмены могут, вот они заболели, день-два не бегут, через три дня выходят и потом оказывают лучшие ходы, то есть, да, у нас такого, да, у нас такого нету, то есть, если вот я, допустим, или кто-то со спортсменом приболел, то это чуть-чуть надолго, и после того, как ты уже будешь здоровым, ты не сможешь очень здорово на данный момент бежать, то есть, тебе надо адаптироваться определенное время, то есть, главное, чтобы не было болезни, и тогда, я думаю, все будет хорошо. Вы с тренерами наверняка уже проговаривали эстафетные какие-то варианты, тебя к какому этапу готовят, или... Ну, смотрите, на данный момент никто еще даже не знает, кто будет бежать в эстафете, то есть, провелась контрольная тренировка, и все. Сейчас приедем на место уже в Остерсун, там уже сделаем одну-две тренировки, и тренерский состав скажет, кто будет выступать, то есть, готовимся все. Остерсун всегда, вот скажем так, проклинаешь за его климатические условия, да, там, и ветра, и вот ты себя в такой стихии чувствуешь, тебе комфортнее, или... Есть же биатлонисты, да, которые вот, ему дай ветер, там, метель, ему будет лучше, чем в штиле солнца. Ну, я не знаю, это такая штука, я думаю, больше стечения обстоятельств, кому-то может повезти в данном аспекте, если так разбирать ветер, да, ну, неоднократно такое бывало, то есть, загонку очень много раз меняется, ну, погода, то есть, и сила ветра, и там, снег, и дождь, то есть, все, что угодно будет. Ну, тут же дело какого-то может быть везения, один пришел в ураган, не может отстрелять, второй более штиль, отстрелял и ушел, то есть... А что касается Астерсунда, ну, мое мнение, каждая трасса по-своему хороша, интересна, и, ну, то есть, по-своему какая-то, ну, есть у нее сложности, да, то есть, то ли какие-то подъемы, то ли там затяжные, то ли очень они, ну, такие крутые. Ну, тут все зависит от формы, если ты готов, то, ну, я думаю, неважно, где бежать на какой трассе, если ты готов, то будет хороший результат. Главное, то есть, ну, отлично стрелять и отработать на огнем в рюже. Мы общались с тренером, с Санитро, он говорил о том, что пик-фор, ну, в принципе, эта формула действует, и не только при нем, да, у нас, ну, грубо говоря, рассчитывая, что пик-фор он пришел на чемпионат-мута, то есть, от старта к старту команда там должна добавлять. Вот, в контексте этого на первых этапах тогда не... ну, я понимаю, что это очень, как бы, образно и биртуально, просто на первых этапах тогда получается, можно чего-то ждать? Ну, я же говорю, тяжело так, ну, это, естественно, ну, что-то говорить, потому что мы готовимся, в первую очередь, к чемпионату мира, ну, потому что это и для нас, для тренерского состава, для всех, для страны, то есть, ну, главное, чемпионат мира, олимпийские игры, то есть, ну, главное старты, но, естественно, на этапах Кубка мира надо выступать и достойно, ну, себя показывать, то есть, нету такого, что мы будем как-то, ну, или расслабляться, или беречь себя, нет, мы будем выступать на полную силу, насколько на данный момент мы готовы. Артём, вот мужской команды каждый год ждут шага вперёд. Надеюсь, этот шаг будет в этом году, и мы с ребятами, в принципе, каждый год нету такого, что кто-то что-то не доделает, кто-то что-то, я не знаю, ну, там, как-то или сычкует, то есть, в это даже в голове, ну, ни у кого не может вкладываться столько неба дома, работать и, ну, заниматься этим делом уже около, я не знаю, 20 лет, да, если так вот, ну, брать, ну, то есть, с первых начал, то есть, все настроены и хотят только, ну, показать хорошие результаты, но тут уже, насколько у кого как получается, будет видно. Артём, спасибо тебе большое, спасибо.